Сейчас я вам буду читать стихотворение, которое называется «Ну просто жуть!» Меня хорошиста сейчас представит отличница, золотая медалистка, 38-й школы, Светочка. Давайте дадим ей слово. Светочка, давай! Ну просто жуть! На Брайтоне женам живется вольготно. Пришла, отработала, как поведется. Помыла посуду, постирала, обед приготовила, в доме убрала. И отдыхай себе, ради Бога. Кто тебя трогает, не дотрога. У нас мужиков совсем все иначе. Политика, спорт, ну и водка тем паче. Что сказать? Ну просто жуть! Когда еще можно тут отдохнуть? Вообще, конечно, в Америке я стал бояться женщин. Я вам честно скажу. Пацаны меня поймут. В Одессе можно было знакомиться в трамваях, в троллейбусах, на пляже, на улице, на дискотеке, везде. Здесь опасно. Могут вызвать полицию на тебя. Ну, на кого попадешь. А в Одессе не важно, на кого попадешь. Там, как говорится... В основном попадешь на улыбки, смех, юмор. Но феминизм коварный. Очень, как говорится... Природу... Природу... Как это сказать? Я не знаю. Не естественно эта вещь. Не дают мужикам быть мужиками. Да. Надеюсь, что я никого не обидел. Просто, как говорится, высказал свои мысли вслух. Мы же в свободной стране живем, правильно? Я имею право свои мысли высказывать. Вот. Тем более, что это как бы софт-тему я сказал. Вот. Но у меня, в принципе, все. Мира в Украине. Вообще, мира, мира на этой земле. Это надо ценить. Потому что люди хотят просто жить, любить. А война это дикая вещь сегодня, в 21 веке. Весь мир просто в шоке. Из одного сумасшедшего все охуевают во всем мире. От Одессы до Нью-Йорка. Ладно. Не буду лезть в политику. На этом у меня все. Я туда куплю вамisse. Да, славалую. Я туда куплю его на ее кладку свой длину. И я соскажу на их мысли. Так же, здесь у нас